Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, хрущили эту сколу поезды. Изопринято, уезжаем. Сотрудники полиции, жители города, помогли 12-летнему мальчику, потерявшему дорогу, вернуться домой. Вечером в районе парка Абая прохожие заметили школьника, который шел без взрослых, и привели его в один из полицейских пунктов. Тебя как зовут, Нурдаулет? А в каком классе учишься? В седьмом? А ты знаешь, где живешь? В микрорайоне Казгурт. Как выяснилось, школьник заблудился, но назвать точный адрес не смог. Единственное, что он сообщил, место жительства, микрорайон Казгурт. Для уточнения данных, полицейские доставили ребенка в Альфарабийский отдел полиции. Примерно в 19.00 часов к нам в опорный пункт полиции Альфарабийского РОВД неизвестный гражданин привел ребенка со слов мальчика, ученика седьмого класса по имени Нурдаулет. Мы его расспросили и выяснили, что проживает он в городе, в микрорайоне Казгурт. Так как точного адреса он не указал, для выяснения места жительства мы доставили школьника в Альфарабийский отдел полиции. Позже за мальчиком приехали родители, получившие сообщения от полицейских. Им сотрудники полиции вынесли предупреждение за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Сотрудники административной полиции Департамента внутренних дел области в рамках республиканской акции «Дорога равных возможностей» провели профилактическое мероприятие «Внимание, здесь паркуется инвалид», приуроченное к Международному дню инвалидов. Так, в Шемкенте во время рейда по выявлению нарушителей, незаконно припарковавших свои автомашины в местах, предназначенных для инвалидов, по улице Желтоксан полицейские обнаружили автомашину марки «Мерседес», владелец которой припарковался на месте для инвалидов. В ходе данного мероприятия сотрудниками ДПП было выявлено ряд фактов парковки в неположенном месте гражданских лиц. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Автомашину полицейские водворили на штрафстоянку. С начала года сотрудниками ДПП было составлено по статье 597, часть 4, нарушение правил остановки или стоянка транспортных средств в местах для инвалидов было составлено 42 нарушения. По словам полицейских, в Южно-Казахстанской области с начала года они уже зарегистрировали несколько десятков нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, налагается штраф в сумме 99 тысяч 100 тенге, то есть 50 МРП. Как говорят полицейские, за нарушение правил парковки кодексом предусмотрен крупный административный штраф. Днем примерно в 4 часа за помощью к специалистам оперативного спасательного отряда департамента ПЧС обратились жители одного из домов 18 микрорайона. Они сообщили, что пожилая жительница одной из квартир пятиэтажки уже довольно долго не выходила из дома. Женщина также не отвечала ни на стук в дверь, ни на телефонные звонки. На места происшествия спасатели вызвали полицейских и спустя несколько минут при помощи инструментов вскрыли дверь. К счастью, в этом случае все обошлось. Женщина была жива. Как выяснилось, она оступилась и упав провела на полу несколько часов. Вскоре к месту вызова приехали и врачи, которые оказали хозяйке квартиры первую неотложную помощь. Продолжение следует...